Начинаем наш вебинар на тему новой модели телефонов, которых на нас вышли недавно SIP-T19, SIP-T19P и SIP-T21, SIP-T21P. Также обзор новой версии PO-T71 и сравнение веб-интерфейса нового и старого. То есть наоборот, старого и нового. Приступаем. Значит, телефон T19 и T19P были разработаны как замена телефона T18. Значит, количество SIP-аккаунтов у них осталось одно и то же, но по сравнению с T18 на T19 добавлен 2,5-дюймовый монитор, правда без подсветки. Также добавлен порт RGA45, чтобы использовать телефон в режиме NAT или Bridge. Добавлен разъем для гарнитуры и добавлен режим спикера. Также телефон может работать с удаленной записной книгой XML. Следующий слайд – это телефон SIP-T21P и SIP-T21. Разработался как замена SIP-T20. Имеет такое же число SIP-аккаунтов. Правда, в этой версии экран чуть-чуть уменьшили до 2,5-дюймовый монитор и он без подсветки. Также у него появилась возможность использовать OpenVPN вместе с новой версией ПО. и работа с удаленной записной книгой XML LDAP. Так, значит, возможности телефонов новых. Значит, возможности такие. У нас был возможность использовать протоколы IP-6 и OpenVPN. Собственно, кроме 19-го телефона. 19-й телефон не будет использовать OpenVPN. Также расширилась телефонная книга до 1000 записей. И возможность использовать удаленную записную книгу XML и LDAP. Но кроме Т19-го, опять же. Также функция автоматического обновления кассификационного программного обеспечения. Ну, это провизион. И функция поддержки терпокола ТР-069. Значит, потом, если что-то будет непонятно, спрашивайте, ответим. Идем к следующему слайду. Так, значит, новая версия ПО, версия 71. У нас вышла на линейка телефонов Т4 и Т2. Т2, собственно, включая Т19. Т19 будет относиться к Т2 линейке. И будет использовать почти все функции этой новой версии ПО. Кроме новых возможностей телефонов, появились дополнительные функции, собственно, новой версии ПО. Такие как добавление функций резервных в СИП-сервер, расширение сетевых возможностей, то есть IPv6 и OpenVPN. Трансфер, дополнительные возможности, интеллектуальный поиск, как раз-таки XML-DAP. Блокировка клавиатуры. Прямое воздействие на DSS, Multicast IP. И, собственно, в конце презентации интерфейса, еще раз, собственно, рассмотрим данные возможности поподробнее. Значит, функция резервного СИП-сервера. Данная функция позволяет использовать дополнительный СИП-сервер для регистрации и организации соединения в случае неисправности первого сервера. То есть, к примеру, вы зарегистрировали телефон на сервере одного из СИП-провайдеров, указали его резервный СИП-сервер в дополнение к основному. И что это означает? Это означает, что при неполадках на основном СИП-сервере, которые могут произойти по любой причине, телефон будет опрашивать второй СИП-сервер, и в итоге связь у вас останется. То есть, вы сможете звонить, и на работу эта почти не повлияет. Только из-за исключения того времени, пока он будет опрашивать. Но это буквально секунд пять, может быть. Так, следующий слайд. Значит, новости о возможности. Это OpenVPN. На версии 71, на телефонной линейке Т2, кроме Т19, была добавлена функция ВПН. Собственно, раньше она была доступна только на Т3 линейке и Т4. Теперь она будет на всех телефонах. Ну, собственно, исключая только Т19. Инструкцию по настройке конфигурационного файла, конфигурационного файла для ВПН можете найти у нас на сайте по данной ссылке. Ну, или дальше, когда уже получите копию этого вебинара в PDF, у вас будет эта ссылка, можете посмотреть. Так, что же такое ВПН, если кто-нибудь не знает? ВПН – это виртуально-частная сеть. Это защищенная сеть, построенная на тоннелях поверх публичной сети, соединяющей разрозненной сети или устройства в единую сеть. Что это означает? К примеру, у вас есть офис в Москве, у вас есть офис в Екатеринбурге. И на каждом офисе есть интернет. Ну, это логично. Вам нужно сделать так, чтобы московский офис и офис в Екатеринбурге имели общий сервер для данных. К примеру, в Краснодаре, опять же. Использовать интернет просто как доступ – это немного небезопасно, если вот просто по IP-шнику входить на компьютер. Это небезопасно, и злоумышленники могут проникнуть в ваши данные, скачать. И для защиты данных используется OpenVPN – как раз защищенная виртуальная частная сеть. С помощью OpenServer вы организуете специальные виртуальные IP-адреса, по которым ваша сеть будет работать в интернете. В итоге вы получаете себе локальную сеть, которая будет работать в интернете. И сможете удобно и без проблем скачивать, например, файлы из Екатеринбурга или из Краснодара, обменяться файлами и работать в этой сети. Так, ну, собственно, следующий слайд. Новости о возможности – это IP-6. Что же такое IP-6? IP-6 – новый протокол. Порезный. Сконпенсировать. Ну, не так начну. Значит, для чего же он нужен? В 1970-е годы стало очевидно, что распределение адресного пространства происходит значительно более быстрыми темпами, чем было заложено в архитектуру IP-4. Это привело к появлению нового протокола IP-6. Сейчас пространство адресов IP-4 заполнено, и вследствие этого начинается медленный переход на новый протокол. И, следовательно, компания iLink позаботилась об этом, и в новой версии ПО она добавила функцию использования протокола IP-6. Следует также уточнить то, что она добавила этот протокол и добавила возможность использовать DH-TP. То есть, станция и телефоны смогут работать с собой в режиме DH-TP. Также можно посмотреть часть веб-интерфейса основной версии ПО. Тут видно, что у нас есть возможность настроить V4 протокол и V6. Также можно изменить тип работы. Можно работать только в V4 или только в V6, или в обоих режимах. Следующий слайд. Трансфер. В новой версии ПО в 71-х батал добавлена возможность выбора типа трансфера, используемого на DSS-кнопках. Также возможность выполнять трансфер, положив трубку. То есть, раньше, по умолчанию, когда вам кто-то звонил, и вы хотели этот звонок перекинуть на другого оператора, вы нажимали кнопочку DSS, и звонок уходил слепым трансфером. То есть, вы просто переадресовали с номера на номер. В новой версии ПО на скриншоте сейчас видно, что можно сменить режим использования. То есть, вот он слепой трансфер. Также там есть пункт сопроводительный трансфер. То есть, теперь при нажатии кнопки можете поговорить с оператором, описать ему проблему, только после этого перевести клиента на него. То есть, вот это у нас сопроводительный будет. Также функция положить трубку. То есть, когда вы с кем-то говорите, хотите его переадресовать, можете нажать кнопку трансфер, набрать номер, и не нажимать трансфера, просто положить трубку, и у вас телефон автоматически клиента на другого оператора, то есть, на которого вы указали. Он его переадресует. Так, следующий слайд. Интеллектуальный поиск. Новая версия ПО. У нас интеллектуальный поиск теперь реализован на всех телефонах, кроме SIPT-19. Интеллектуальный поиск возможен в локальной книге, удаленной, по книге LDAP и записной книге BROADSOFT. Поиск происходит по тегам, по имени, по номеру. Возможен по группе, но это уже в конфигурационных файлах нужно настроить. Также, чтобы включить, собственно, саму опцию поиска, нужно на веб-интерфейсе включить опцию удаленные имена. То есть, вот она включена, и интеллектуальный поиск работает. Так, перейдем к следующему слайду. Блокировка, клавиатура. Новая версия программы обеспечения, улучшена функция блокировки клавиатуры. Теперь можно настроить ее срабатывание в автоматическом режиме по истечении определенного времени. То есть, вы включаете блокировку клавиатуры, указываете для нее тайм-аут. То есть, время по истечении которого телефон автоматически заблокирует клавиатуру, чтобы ограничить доступ. Например, секретарь. Например, секретарь 2. Такой пример. Секретарь использует свой телефон, разговаривает, и ей или ему нужно периодически отходить от телефона. Она указывает несколько минут на тайм-аут. Когда она отходит, телефон блокируется, блокирует клавиатуру, и никто не может его использовать, кроме секретаря. Секретарь возвращается, набирая пин-код, и дальше использует этот телефон. Сделано как мера предосторожности. Также в режиме блокировки клавиатуры можно настроить экстренные вызовы, которые смогут вводиться на телефоне. То есть, стандартные экстренные службы. Например, 9.1.1. Если что-то случилось. Так, ну, придем к следующему слайду. Прямое воздействие на DSS. Самое интересное. Новая версия PON добрала обладателям телефонов с дополнительными кнопками DSS новую функцию прямого на них воздействия. Помимо этого, следует уточнить, что помимо DSS есть еще кнопки линий, которые тоже можно настроить. Для того, чтобы ее использовать, следует всего лишь нажать нужную DSS-кнопку, дождаться появления соответствующего меню и выбрать требуемые настройки. Значит, пример следующий. Вот у нас есть телефон T28P, точнее, SIP T28P. Снова версия PON. И, собственно, DSS-кнопки. Мы нажимаем на одну из DSS-кнопок. Появляется вот такое окошко. Выборы функции этой кнопки. Выбираем, к примеру, функцию BLF. Прописываем значения и сохраняем. В итоге вы можете настраивать кнопки DSS, не заходя на веб-интерфейс. То есть, так вот это может проблематично быть. Каждая заходить. Сделано это для прощения работы с телефоном. Переходим, собственно, к следующему слайду. Мультикаст. Значит, также появилась функция мультикаст приоритета. Эта функция позволяет принимать интерком по приоритету, то есть интерком запросы. Вот у вас на данном криншоте вы видите 10 IP-адресов, 10 строчек с IP-адресами. Они расположены, собственно, по приоритету с 1 по 10. 1 будет в 1 выполняться. Как это действует? Например, у вас в офисе есть главный инженер или сотрудник, который хочет вам что-то сказать. У него настроена группа интерком. Он нажимает на соответствующую кнопку DSS и начинает говорить вам. сообщит вам какую-то информацию. Но также в вашем офисе есть директор, который тоже хочет вам что-то сказать. И как же поступить? У вас есть интерком от инженера, и у вас есть интерком от директора. Для этого, собственно, есть вот этот вот приоритет 10 IP-адресов. У вас ставится IP-адрес телефона директора первым, IP-адрес телефона инженера вторым. В итоге, когда говорит инженер и директор хочет что-то сказать, он нажимает кнопочку DSS интерком и можно сказать, что он перебивает инженера и будет говорить с приоритетом. То есть примерно так оно и реализовано. Также, если инженер что-то хочет сказать, когда говорит директор, то он не сможет ничего сказать. если эта функция не будет настроена, то то интерком не будет прерваться. То есть инженер как говорил, так и будет говорить, а директор не сможет ему ничего сказать. То есть он не сможет сообщить тем сотрудникам, с которыми говорит инженер. Ничего. Так, перейдем в следующем слайду. Собственно, отправка, прием. Пользователи могут настроить кнопку группового оповещения на телефоне, которая используется для отправки приема в реальном времени RTP-протокола интерком настроены адресатом в группе без участия СИП-сигнализации. То есть как раз таки функция интерком, функция группового оповещения. Ну и каждый ТАП-телефон может прослушать максимально до 10 разных IP-адресов группы. Как раз таки на предыдущем слайде можно было увидеть, что 10 IP-адресов. Перейдем к следующей функции новой интерфейс. Значит, сейчас, буквально секунду. с половиной моей презентации закончена. Сейчас будет презентация для технических специалистов веб-интерфейса. Апсед, задавайте их в чат. Сейчас будем отвечать на них. Когда закончим, можем приступить ко второй части. Собственно, у кого нет вопросов, пишет минус, и мы приступаем ко второй части. Хотелось бы Сергеем Толстопятовым более подробно ему про интерком рассказать. Вы спрашиваете, как инженеру, инициировавшему интерком, понять, что секретарь в данный момент общается с директором. Смотрите, что касается интеркома, про который говорил Александр. То, что он говорил в виде 10 пустых параметров, в которых указывается IP-адрес, это просто для данного телефонного аппарата, для секретаря, это приоритет. То есть, кто из данных IP-адресов для секретаря важнее. Вот в постановке вашего вопроса, когда руководитель или директор просто звонит секретарю и инженер в этот же момент инициирует интерком секретарю, то сработает приоритет интеркома и вызов директора, обычный вызов, он установится на удержание и инженер сможет поговорить. Но если же ситуация будет обратной, когда инженер делает интерком вызов, в вызове участвует секретарь, инженер в поле находится на третьем порядковом номере, в поле отслеживаемых IP-адресов, откуда интерком может прийти, находится на третьем порядковом номере, секретарь принимает интерком вызов и общается с инженером, но если в этот же момент интерком вызов будет делать руководитель или директор, то он, находясь на первом месте, имея высший приоритет, инженер становится на удержание со своим интеркомом, а секретарь будет слушать директора. Это сделано только для этих целей. И что касается вопроса Павла Тележкина, вопрос о прошивках на сайте и логах изменений, Павел, логи изменений на самом деле у нас есть, также логи изменений доступны на официальном сайте e-link. Мы просто свой сайт сейчас переносим на новую площадку и не хотим его перегружать в данный момент, потому что он будет в принципе переработан. И, собственно, вы логи можете либо скачать самостоятельно, либо написать нам на почту support собака ipmatik.ru и мы вам предоставим логи, ну или сможем сказать вам наиболее актуальные изменения. Вопрос от Дмитрия, что прошивка для 3CX не содержит русского языка. Дмитрий, совершенно верно, прошивка для 3CX кастомизирована и русского языка в ней нет, но есть такая удобная возможность в телефонах Ялинк, что перевод LCD-экрана он может быть подгружен самостоятельно пользователем. То есть вы, если вам требуется кастомизировать свой перевод или как у нас сделано в Казахстане добавить какой-то язык, вы самостоятельно можете подложить текстовый документ с переводом, который вам нужен. Но в данном случае мы говорим о русском языке. То есть русский язык для LCD-экрана он находится в текстовом документе. И с помощью функции AutoProVision вы этот русский язык экранного меню LCD телефона можете в телефон загрузить. В базовой версии прошивки, по которой вы говорите, действительно русского языка нет ни в каком виде. Ни в веб, ни на LCD. Как инженеру, как администратору системы настройка веба, веб-интерфейса на английском языке вполне достаточно. Дело в том, что платформа 3CX при работе с телефонами имеет много особенностей. И в связи с этим довольно часто вносятся изменения, и мы просто не успеваем физически править русский интерфейс, чтобы он был в базовой версии. И английских настроек веба вполне достаточно для квалифицированного инженера. И только из этих соображений мы перевод в базовой прошивке не используем. Но если вам требуется, и это понятно, что многим пользователям удобно общаться с телефоном на русском языке, а общение происходит именно через LCD, значит перевод LCD вы можете самостоятельно подгрузить. Если какие-то вопросы у вас остались, то же самое, пожалуйста, обращайтесь на почту support собака.epimatica.ru Мы подробно вам опишем, есть инструкция, как подгрузить русский перевод на LCD в меню телефона. Александр будет продолжать обзор интерфейса. Если вопросы будут возникать, пожалуйста, пишите. мы на все постараемся ответить. Так, значит продолжаем. Новый интерфейс по сравнению с версией 60. Рассматриваем версии 71 и 60, следовательно. Вот у нас пример версии 60 можно как раз таки увидеть, 6, 60, 14, 23. Вкладка статус то, что было раньше, минимум информации про версию, про сеть и то, что стало после. Новый интерфейс добавил вкладки общий и аккаунт. то есть здесь у нас теперь показывается кроме самой версии телефона подробные данные о IP адресе, о MAC адресе, об аккаунте. Следующая, собственно, следующая вкладка, даже не вкладка, а главное отличие у нас старой версии и новой версии в том, что теперь у нас вкладки расположены немного по-другому. Появилась вкладка DSS-кнопки функции настройки. Раньше все это было в одном во вкладке настройки. Теперь для удобства это разделили на три пункта. Собственно, сейчас мы их рассмотрим. Это у нас скриншот вкладки аккаунт из версии 60. То есть здесь у нас все настройки настройки SIP-сервера, настройки NAT и настройки для этого определенного аккаунта. То есть вот бансер, стан сервер, голосовая почта и старкода. Также внизу можно нажав на пункт кодеки посмотреть, какие кодеки доступны, ну и дополнительно. Что же изменилось? В новой версии ПО все теперь разложено по полочкам, так сказать. У вас есть четыре пункта. Аккаунт, основные, кодеки и расширенные. Во вкладке аккаунт мы сможем увидеть собственно, данные об аккаунте, о регистрации. То есть, например, аккаунт 6, как показано. есть два сип-сервера, как раз таки один основной, второй резервный, как говорил в ранней презентации. По поводу вкладки основные, там у нас настройки над, собственно, кодеки остались кодеками и расширенные, это уже по подключению к серверу. Такие нюансы небольшие. Так, следующий скриншот, это скриншот вкладки сеть старого телефона, то, что мы сейчас видим, у нас есть режим NishTP, статический IP-адрес и POE. Это для WAN-порта, собственно, для WAN, для LAN и дополнительно. То, что у нас изменилось в новом интерфейсе, видно на следующем скриншоте. Также, теперь у нас пункты с левой стороны появились, то есть, основные порты PC и расширенные, то есть, основные это у нас LAN, порт PC это LAN и расширенные, это как дополнительные на 60-й. На основных у нас можно теперь увидеть возможность настроек IPv4 и IPv6 и, порт интернет режим IPv4, то есть, либо IPv4, либо 6, либо оба используются. Порт PC расширенный, остались с теми же настройками. Следующий скриншот у нас скриншот настроек телефона, то есть, на 60-й версии у нас показано то, что на интерфейсе показано пункт настроек самого телефона, то есть, русского языка на нем, времени, мелодии, используемые для сигнализации в том, что кто-то позвонил. Так, что же изменилось у нас в 70-й? Теперь у нас находится это пункт функции. То есть, раньше мы нажимали телефон, у нас есть пункт настройки, у нас есть пункт параметры и DSS. В 70-й версии программного обеспечения это у нас разложилось на три вкладки функции настройки и DSS. В функциях у нас настройки для SIP-составляющей части телефона. В обычных настройках, то есть, в пункте настройки у нас настройки телефона, как раз таки русский язык, время, обновление по AutoProvision, сюда переехал AutoProvision, конфигурация, ну и так далее. Так, ну, собственно, на этом все. Если есть еще какие-то вопросы по веб-этерфейсу, можно рассмотреть его более подробно. также можно задать вопрос по скайпу и по e-mail. Можно увидеть сейчас на вашем экране собственно e-mail, скайп, все. Вся презентация сейчас доступна для скачивания. Там можете посмотреть, если здесь не видно. Ну, будем заканчивать, слушать вопросы ваши и отвечать на них. Текущие и ответы Текущие текущие